Девушки отдыхают Девушки отдыхают Только тебе, только тебе Здравствуйте, я Сэм Селезнев А я Анастасия Дашко И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга Никиту по праву можно назвать мужчиной с загадкой Вчера мы до последнего момента не знали, проголосует ли он против своей бывшей девушки Юли Никита не стал этого делать и все-таки Юля от нас ушла А по-моему здесь нет ничего загадочного Просто большинство наших парней ни рыба, ни мясо Но сегодня я надеюсь все изменится Ведь мы ждем в гости двух настоящих мачо Наступил 1138 день нашей телестройки Дима Шмаров и Солнце никак не могут решить главные проблемы в своих отношениях Солнце ждет от Димы инициативы И не может понять, когда он научится самостоятельно принимать решения И сам устраивать свою жизнь так, чтобы ему не было скучно А Диме мало внимания Солнца и ее участие в его жизни На эти темы между ребятами время от времени возникают конфликты В отношениях Саши Гобозова и Нади конфликты возникают в основном на почве бытовых проблем Вчера в очередной раз они поругались из-за грязной посуды И до сих пор не разговаривают Одиночки Наташа Кривозуб и Виктория Карасева отправились в путешествие в Таиланд А в городок после недельной дисквалификации сегодня вернется Геннадий Он не застанет Наташу Кривозуб, которая ему так симпатична Зато ему предстоит встреча со всеми ребятами Которые подписали договор и собираются устроить Гене бойкот А также с конкурентами, новыми участниками, которые скоро появятся в городке Ну что, встречаем мальчишек! Мальчишки! Какие брутальные парни! Здрасте! Проходите, садитесь! Смотрите, странное животное в руках молодого человека Садитесь! Так, ну давайте по очереди, давай начнем с тебя Как тебя зовут? Александр! А сколько тебе лет? На полных 24 уже К кому пришел? Так, если надеть на это просто однозначно, как бы это не получится, я не передам всего То есть это ночь, это полная луна И такое чувство мечты сосредоточивания, как же это все, чтобы стать счастливым И тут, как элементарно, случайно включается телевизор Потому что, ну, скучно И тут вы все такие живые, как бы, только Живые? Да, как живые, только в телевизоре Да, и там, именно, смотрю, и вот та мечта, которой думалось, что вот она живая Тоже она там есть, и такой характер, который, то есть Короче, кривозу! Стоп! Нет, я не скажу, что кривозу, потому что Все-таки, да, это Тори, потому что такой характер Оооо! Никитка растерялся! Молодой, люди, больше растерялся! Тори! Молодец! Она на островах отдыхает, между собой А так, вот у нас уже был один молодой человек, который говорил, что Вот, пришел, на телевизоре смотрел тебя целые года, влюбился Давай свадьбу 27 сентября, потом каюка с другой девушкой в другой город Обратите внимание, даже с Чижинским чем-то похоже Да, да, да Такой же ситуации не будет? Я не могу решать за кого-то другого, я могу сказать за себя, как бы Это, когда это осознанно, когда идешь к чему-то И, в принципе, твой характер и твои амбиции заставляют тебя всегда идти до конца По-моему, это все-таки серьезно Тебе не смущает, что у Тори достаточно сложный характер? Да, наоборот, по-моему, это не смущает, а как это... Когда и кого это смущало? Да, действительно, когда это смущало? Давай ко второму мальчику перейдем Как зовут? Меня зовут Янис Янис? Янис, интересное имя А вот этого друга как зовут? Ну, я думаю, можно догадаться, как бы, что... По зубам этого друга, что я пришел кривозуб Ну, это очень длинная история, на самом деле Я видел ее первый раз по телевизору здесь И, как бы... Кривозуб? Нет, девочку я видел буквально недавно, да Приобрел ее Видел кривозуб, она просто точная копия моей бывшей девушки С которой, как бы, у нас маленькое отношение не получилось А внешняя копия? Внешняя копия полностью Ну, и внешняя, как бы, тоже Потому что ей 19 лет И той тоже было 19 лет, когда мы с ней познакомились Вы как видите, что ни Наташи, ни Итори у нас сегодня нет Они у нас уехали в отпуск Будут через неделю Так что у вас сегодня равные шансы Все зависит от девушек, которые присутствуют здесь Так что у вас будет время обаять их всех Вот, в принципе, с солнца, которое ест рыбу и начнем Задавай вопросы У меня вопрос к обоим молодым людям Очень хорошо, что вы пришли к двум девушкам Которые сейчас отсутствуют И, следовательно, вопрос Пока они вернутся, за неделю может произойти разное Например, вас либо не оставят обоих сегодня Либо выпрут на ближайшем голосовании Поэтому выбирайте себе другой жертвы Вот у нас есть Маша, Полит, вы и две сестры Кто вам больше нравится? Вот такой вот у меня вопрос Ну, я, кстати, пришел, допустим, однозначно кривозуб Да, как бы я Там, если там так получится, меня выгонят, да, например Ну, у меня нет другой цели, ну, на самом деле Мне хватает, в принципе, жизни всего Вот так Строго кривозуб У меня полно 24, сейчас будет 25, да Малыш Ты знаешь, какой там, Алиса Зазеркалья Ты хочешь пить? На тебе сухарик Ну, как это, ну, не вижу взаимосвязи Как ты можешь, ну, говорить Другую, там, не другую Ну, если вдруг придется, ну, не дожить На этом проекте До возвращения Да, до возвращения В чем я, в принципе, сомневаюсь Короче, суть такая Вы ни с кем мутить не будете за эту неделю Пока не дождетесь своих Половинок Королев, да? Я так понимаю, по вашему мнению, что это именно так Очень хорошо, молодцы Я горжусь вами уже А у тебя видно, что у тебя совсем другой социум У тебя по понятиям Пивасик, такие разборы Дать кому-то в глаз Ты как собака на сене, что у тебя нет паспорта А я должна здесь сидеть, да? Супер Любовь в этом выражается, наверное Красивая Мариночка-блондинка Настя, ты озвучила, если кто не видит, да? Да-да-да-да-да Ну, задавай умный вопрос Ваши три отрицательных качества Ну, на ваше мнение Ну, я вторым буду отмечать Давай, начинай Ну, это не качество Это как Наверное, люблю себя сильно Самовлюбленность? Нет, не самовлюбленность Такое, знаешь, какое-то Обоснованное самоуважение Знаешь, которое Ну, есть за что, скажем так Ну, не просто так Давай, Янец Ну, я стараюсь минусами бороться И как бы вот с ними Допустим, сейчас бросил курить Да, хочу опять заняться спортом Как бы, ну, возобновить Вот Пить вообще не пью Никогда Что еще у меня Какие у меня минусы? Ну, бывает, конечно Там какая-то излишняя вспыльчивость Но это бывает крайне редко Очень все такие положительные Идеальные Такие положительные Что Маша аж сразу придумала Несколько вопросов Давай, Маша Давай Ребята А теперь вопрос от принятки Как от блондинки Давай Нет, вот и вломитесь Будет умный вопрос Мальчики, как вы относитесь к ханжеству И сколько его в каждом из вас? По-русски скажи, пожалуйста К ханжеству Как вы относитесь? А как Ожегов говорит на эту девочку? Маша Ребята, вы ханже? Ханже Ханже А так ничего Нет А как вы вообще относитесь к ханжеству? Вы его поддерживаете? Ну, если я говорю, что я не ханже То есть я к нему не отношусь Да, да А вот ты и я Ну, я соглашусь с ним После недавних событий Интересует только один вопрос Вы женщину бьете? Вообще способны ударить? Как профессионал Как профессионал Думаешь, да? Да, как профессионал То есть, скука Скука, левая Профессия У меня тренер по боксу Как бы На самом деле Понятно Свободен Нет На самом деле, все не так Это агрессия слабых Спокойствие сильных На самом деле Однозначно А если вдруг девочку будут обижать, например Мальчик возьмет и ударит ее в нот Еще куда-нибудь Ты побьешь мальчика? Ну, вступлюсь однозначно Ну, все Понятно Ну, я не позволю, конечно Девушек Естественно Просто у меня Многие мои близкие Мои друзья С кем я занимался Я сам занимался боксом На 8 лет И как бы Многие мои знакомые С кем я занимался И тренер И еще там некоторые Да, штатские Они очень часто Выкладывали руки Да, к девушкам Ну, после этого Как бы они Падали Естественно Просто Когда вот здесь Смотрю, бывают Какие-то драки Там Девушка Ну, это не драка, конечно Все равно Просто мальчика Отточить Надо как бы Слегка Лотки Ну, чтобы он Вошел в себя И все Вот кто вам не нравится? Например, чьи взгляды Вы не разделяете? Да тут как бы, знаешь На самом деле Взгляды как бы такие Они все Затрапированы Вот какими-то там На самом деле Никто не показывает Своих истинных лиц Все пытаются Такие Раз Маску показал Господи Я такой Взгляд у меня Примерно такой Смотришь по поступкам Говорят словами Делают делами И совершенно Они очень даже Часто расходятся Вот кто-то же тебе Не симпатичен Наверное На самом деле Как бы Очень смешно Ну, не то, что он Не симпатичен Мы всегда такие люди Как бы Вот мальчик Лысенький Ходит Гена Он просто смешон По-моему Ну, к чему я когда-то Ну, к чему я Понятно А тебе? Ну, по телевизору Да, очень тяжело понять Когда приедешь Общаешься с людьми Пускай там час пройдет Максимум час Все будет понятно На самом деле По телевизору Очень тяжело Допустим Только какие-то Отдельные личности Допустим Друговетные поступки Да, которые он совершает А вот такие мелкие Это мелкая возня Как бы она Идет везде В любом коллективе Мелкая возня Так, ну что У нас пришли Два замечательных Молодых человека Девочки идут с ними Общаться В новый дом Ну, а мы все Пойдем на стройку Ну, что, ребятки Сегодня нас ждет Увлекательная работа Тем более Эту работу мы когда-то делали Но когда мы ее сделали Мы сделали плохо Поэтому сейчас мы улыбаемся И снова позитивно Идем поливать цветочки Но по чутким руководствам Бригадира Сергея Поэтому улыбнулись И куда идем? Давай! За мной! Саш, не получится так вот Что ты возьмешь Скажешь Да, я к Торе К Торе К Торе К Торе приедет Ты с ней пообщаешься Поймешь, что нет Она для тебя там не подходит Что по телевизору Было совсем иначе И тоже переключишься На какую-нибудь другую девочку Так не получится Что там Торе мне не понравилось Что там по телевизору Одно на другую Потому что на самом деле Проект неплохой Показывает, в принципе, человека Во всех его аспектах То есть, в принципе, уже Образ человека, да? Типаж Ну вот Дима, например, говорил так Что по телевизору смотрел Она была одна Пришел сюда Пообщался две недели И понял, что она совершенно Другой человек Может быть такой вообще? Или нет? Такой, знаешь, когда может быть Когда человек приходит Уверен в своих силах И просто видит элементарно Что он не тянет Даже несмотря на то Что у них все было идеально Для него было не естественно То состояние Когда он может Действительно управлять женщиной Которую любит А состояние Когда ему приходится Для этого себя держать А человек, который себя держит Постоянно напряжение И постоянно чувство страха Что он придет И все И он ничего не сможет сделать И выйдет из-под контроля Такие типажи Тоже мне, в принципе, известные Оле! Оле! Барри бам бала гэ Барри бам бала э Да, ты прав Я согласен, это так О, я бананы ем И я бананы ем Пере, пере ем И персики я ем Камбаламба, камбаламба Камбаламба, камбаламба А я ем форель Никакой камбалы Скажи, это у вас зарядка ВДВ такая была, да? Это носом битым бири Отом-отом битум битум Буба-ла битум бири Буба-ла битум битум О, нау, 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 виста Я не услышал О, нау, 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 виста О, нау, нау, виста Что это за русская народная? О, нау, нау, нау Янис, скажи, пожалуйста На ловном месте ты не стал говорить Что там у тебя за ситуация была С твоей девушкой Которая похожа на Наташу Кривозуб Ну вот Что случилось-то? Почему? Чтобы просто не сошлись характером Или что такое случилось? Ну просто я думаю Что лучше, как бы, конечно, Не копать было бы до конца Да, но вот ее просто не стало Это все Ну просто ты пришел Кривозуб И сказал, что она похожа на твою бывшую девушку Она реально просто копия Ей 19 лет И Наташа тоже была у меня девушкой Она была такая же, вот, как у нас сейчас Она сейчас как машина, которая Как водитель, который только купил машину И только купил права Он так вот едет, непонятно как Можно сесть рядом просто И маленько придерживать ее Чтобы она ехала ровно Все То же самое, как и у моей С которой было все А что-то почему была? Ну, вот я говорю Я просто не стал Поэтому вот так вот получилось Все Она погибла у тебя, да? Да, она просто на самом деле погибла Поэтому вот я, как бы, не хотел бы это все творожить И вот реально, когда я видел на проекте Кривозуб Я сначала как-то мельком видел Сначала присмотрелся и прям, ну, вообще Еще назовут ее Наташей, как потом выяснилось Смотри, может быть, она тебе просто нравится Потому что она похожа на твою бывшую девушку Может быть, тебе на самом деле Наташа-то и Кривозуб И не нужна просто вот как это Вот ты ее увидел, она похожа на твою бывшую девушку Вот ты поэтому к ней и пришел Или тебе именно она нужна? Вот ты как сам думаешь? Ну, как не нужна, если вот именно В том-то делу нужна, как раз, именно она Потому что, как это, когда объяснить? Да не объяснила просто Ну, обижу ее, она и все Я, на самом деле, не поддерживаю Наташей, на Сашу, да? Да Да, подозначено Да, там и проблема, что было бы, вот, он тоже не просто Наташей, науком, сшитый, этот Саша Да, я не сразу, да Я не сразу, понятно, то есть Я уже и говорила, говорю еще раз Понятно, что ожидать А теперь, кстати, мы, кстати, может быть, ошибаемся А вот, что касается Саши Бывает, да? Типа, давайте все Типа, давайте позитивно жить Давайте не ссориться Жить, не тужить И в то же время у него он говорит одно Как бы Делает вид, что он такой позитивный, да? И в то же время Вот то, что на лобном он отвечал Это у меня... Ну, понятно, что это не так Ну, он хотя бы не будет первый бить баб Я думаю, он не будет Да ты думаешь? Думаю, да А я что-то в сомнении у меня какие-то Где я, Кривозуб? Че, зачем я собрел, как именно с этой звездой с ней? Че я так приехал? Не понимаю Ладно бы, это прошло на момент, а через неделю Ну, че сейчас нас выдали на физача Тоже нашла, когда слетать Полетела Полетела, сама не знает В Таиланде Послетать по человеку Сейчас будет просто самосуд Реально, самосуд сейчас будет Я останусь просто и все Он сядет Сидеть, короче, поставит все И пускай меня выкинут Он дверь закроет Снутри Окна все позакрывать изнутри И все забаррикадироваться Правильно? Правильно А че делать еще? Как по-другому Нюхали? Гена, садись Садись Приятем Гена, присаживайся Мы пойдем Здравствуйте Знаешь, пока тебя не было Пока тебя не было, Геночка Ну как думаешь, почему все ушли со стройки Когда ты пришел? Ну не все так меня сильно любят Просто понимаешь, все тебя бойкотируют Абсолютно все ребята устроили тебе бойкот И я, если честно, тоже Я бы сейчас тоже вся стала и ушла Но сначала Не надо же с кем-то пообщаться Ты меня в роли ведущего поддерживаешь Только по общению Я хочу узнать То есть ты тоже меня охотишь? Да, я тоже тебя бойкотирую Супер Так я здесь буду тусить сам в таком случае Саша подписывается Об Игноре Саша, да ты молодец Прям Ты все прочитал? Да Вот тебя недели не было Где ты был? Чем занимался? Очень сильно мне понравилось Общение с поклонниками Потому что и в Москве Меня встретили довольно-таки Хорошо И в Молдове, разумеется Давал интервью в газету Хомсомольская правда Привез подарки всем Ну вещь, некому дарить Значит И придется мне их саму себе подарить На улице Ты узнают? Подходят, Ген? Да Подходят на улице Узнают, задают вопросы Спрашивают, интересуются Очень сильно не любят Последний инцидент Людям очень сильно не понравился Они увидели его С своими глазами То есть то, что здесь творилось Это одно То есть люди И что говорят? Что они говорят? Кто виноват в этой ситуации? Ну понятно, что мы здесь С Рустамом как бы виноваты И это Я не отрицаю этого Но поступок Третьякова Показал, насколько он Злой человек И элементарно Просто он фашист У меня нет мысли У меня нет мысли Куда, как, что У нас был разговор с Настей Неплохо было бы поехать вдвоем Потому что Ты не едешь Потому что у тебя нет паспорта Вот я тебя и спрашиваю А у тебя какие мысли? Когда вы разговаривали? Мы не поговорили конкретно Я тебе говорю Мы просто ездили и разговаривали Ты что собираешься делать с отпуском? Я говорю Ну не знаю У Димки нет паспорта Она говорит Я собираюсь поехать Бесцельникой с мамой Потому что маму хочется Вывезти там на отпуск Окей Ну а ты мне скажи Ты как видишь? Или ты никак не видишь? И злишься из-за этого? Что ты ничего не можешь придумать? Или что? Объясни мне Почему ты сейчас На мне срываешь зло свое? Я сорвал зло что ли? Ой ты подошел И там что-то кинул в раковину Конечно это эмоции Я не кинул ничего в раковину Опять же Как ты видишь я тебе говорю? Я тебе говорю Я еще пока никак не вижу Понятно Но пока ты будешь никак не видеть Закончится лето Понимаешь? А понимаю Ну и все Либо с тобой И тебе придумать как Либо вообще никуда не ездить И ты такой Альтруист И ты так меня любишь Что ты не можешь мне ничего предложить И не хочешь чтобы я ехала за границу Ты как собака на сене Что у тебя нет паспорта А я должна здесь сидеть Да? Супер Любовь в этом выражается Наверное Чья любовь ты в этом выражается? Твоя Моя любовь Да нет Любовь хоть как-то выражается Так выражается твоя любовь? Хоть как-то Как собака на сене? Нет Что нет? Ты сейчас так говоришь Так ладно Чего у тебя конкретно по мне? Чего ты Это личная знакомая тебе Ну ты понимаешь Смотри Есть социум Разные социумы Ну как тебе объяснить Я Московская Социум Москва К тому же Интеллигенция Московская Я могу себя А у тебя видно Что у тебя совсем другой социум У тебя по понятиям Пивасик Такие разборы Дать кому-то в глаз Вот это видно Можешь сразу сказать Я не бухарик И не пью Чего вообще попало Чувствуется что ты бьешь Женщину мужчин Что ты можешь ударить Это чувствуется Машенька Солнышко Я тебе реально могу сказать одно Девушек я никогда не трогал руками Никогда Это просто не было вообще Ну так все говорят А потом бьют Я такого не... Маша Я просто вижу Что ты можешь так Схоп У меня девушка Не было такого Когда Теперь я буду считать тебя Собакой на сене Потому что Ты мне ничего не объясняешь С какой мотивацией Ты это говоришь Как вообще Отлично Нет, не объяснишь? Я еще собакой не был Он мне прикольный Почему нет? Ну давай определись к словам Нет Ну а что А почему не придраться к словам? Если ты придраешься Я тебе говорю про суть Я еще собакой не был Что здесь собак? При что? При чем? При все Собака на сене Это выражение такое Не знаешь, что ты собака Собака на сене Выражение Я понимаю Ты даже сейчас говоришь О словах А я говорю О проблеме какой-то На которую ты набычился Я тебе спрашиваю Что мы будем делать? Это же не проблема Ты сама сказала Это вообще еще где-то летает Это не проблема В смысле это не проблема? Мне вот теперь стало легче Я теперь в курсе событий Хотя бы Теперь мне стало тяжелее Потому что теперь я тебя воспринимаю Как человека Который ни себе, ни людям Я не нуждалась в тебе на дне рождения Честно Я не хотела То есть у меня не было потребности в тебе Если он не изменится Мы тогда вообще не будем вместе Потому что эта ситуация Сразу в раз Для меня романтическое свидание Это не отсутствие в периметре Это какое-то действие Которое ты сам взял и организовал Мне не хватает действий Ребята Пока вы там бездельничали Мы с Эмиком занялись делом Выложили конфетками надпись Дом-2 Но не просто так, естественно, выложили А под слоем Вот под этими конфетками Целый огромный слой горчицы Горчицы Горчицы, если честно Значит, вы сами распределите Кто будет кушать Д и О А кто будет кушать М и 2 Без ручек Вы вот так вот Должны будете все это съесть На скорость Если что, здесь есть вода Вот, в принципе, кто выиграет Того и оставим Вот, так что давайте Задача понятна? Вперед Давайте Раз, два, три Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас говорили вообще-то о тебе О том, что у тебя ничего не меняется Вне зависимости от конфликта Вне зависимости от конфликта А не от того Потому что у тебя тоже ничего не меняется Ты тоже не хочешь ничего изменить И что, у нас такой ступок Я тебе говорю, какая претензия у тебя Что я не меняю Скажи, какая у тебя претензия? Я тебе объясняю Я тебе только что сказал Эта претензия появилась сегодня Нет, она не сегодня появилась А когда? Вообще, как бы, вот В последнее время она начала Такая причина Нет, в прошлом нашем конфликте причина была в том, что я не взяла тебя на день рождения, что тебе не хватает времени на меня. Правильно? Берем вчерашнюю ситуацию опять. Вчера приехал у него настроение. Нет, берем праздник в Слободе. И что праздник в Слободе, малыш? Я понимаю, я прекрасно понимаю, ты приехал во сколько, а мне надо было уже уезжать. И что, я должен был тебя тянуть туда, где тебе будет по-любому неинтересно? Зачем? Ну я же знаю, что тебе там будет неинтересно. Но я ждала, что тебе не будет интересна с моими друзьями. Я не хотела тебя тянуть туда, где тебе будет неинтересно. Так вот, ты похож на Близнеца, Саныч? Очень сильно похож на Близнецов. Я вот всегда на Близнецов западаю. Мой самый любимый мужской знак. Тори тебя убьет. Я из дачи... А, я на Близнецов. Мой самый любимый мужской знак это Близнецы. Я на них западаю. Но если Тори меня будет бить, я из дачи не дам. Вот просто, я лучше уйду. Во-первых, это моя подруга, во-вторых... Нет, мы не будем, мы не дадим. Парни, да. Ну, посмотрим. Души, да, души, да, скорее. Я не нуждалась в тебе на дне рождения, честно. Я не хотела... То есть у меня не было потребности в тебе. Я понимаю. Я видела этот праздник и без тебя. Если тебе, ты говоришь, что тебе не хватает со мной общения, и если у тебя есть возможность такая, как там праздник в Слободе или еще что-то, то я не представляю, что ты не зовешь меня. Это же ты говоришь, что тебе не хватает. Мне хватает. Тебе не хватает. Ну, ты сам себе противоречишь. Я тебе говорю про праздник в Слободе. Я тебе уже объяснил ситуацию и все. Я тебе объяснил праздник в Слободе. Ты что-нибудь понял? Понял. Почему я должна понять? А, вот теперь только что? Ну, потому что ты только что сказал, что я не вижу потребности. Я понял. Понял? Теперь, да. Потому что это звучало вот действительно как... Я не... Не просто там... Действительно. ...оправдание какое-то. Вот эти шесть часов... Что тебя не пригласили и так далее. Тебя не пригласили, это факт. Ну, я тебе просто говорю, что... А, знаешь, вот то, что я не видела потребности, это совсем другое. Вот если у меня есть тебе потребность, меня приглашают, там, допустим, друзья на свадьбу вместе с тобой. Это не у тебя потребность, а друзья твои приглашают. Нет. Это мои потребности. Я, понимаешь, я тебе говорю, это мои друзья, и когда там был вопрос, когда кто чего и как... Я никогда не пойду к твоим друзьям на свадьбу, понимаешь, или на день рождения. Я буду себя там чудочно некомфортно чувствовать. Вот. Меня удивляет, там, твоя, как бы, коммуникабельность, да, там, по отношению к моим каким-то людям. Я не очень люблю себя чувствовать. Поэтому я не буду проситься, тем более. Я не прошусь, ой, вернее, не то, что проситься. Ты же не просишься. Я тебе говорю, я не буду проситься. Ну, ты же не просишься, это я прошу. Я говорю там, например, мне говорят, там, ты поедешь? Я такой, да, поеду, но нас двое, да. Новый дом. Я даже могу дать 50 процентов, что ты, может быть, и врешь в эту ситуацию. Нет. Да? Нет. Я тебе говорю правду. Сегодня нет ведущих. Ну, и что, встречайте, сам Селезнев и Анастасия Дашкова. О, как забыл. Селезнев, спасибо. Спасибо, да. Ну что вы, я думаю, что до новых мальчиков мы еще дойдем. Ну, а пока. Я думаю, что стоит задать вопрос Саше и Наде, которые не разговаривают сегодня целый день, я, насколько знаю, со вчерашнего дня. Саша, скажи, пожалуйста, удалось ли тебе сегодня поговорить с Надей, пытался ли ты это сделать, или ты только играл на гитаре сегодня? Нет, я подошел с самого начала к Наде, я говорю, не хочешь поговорить? Она сказала нет. И ты тут же отошел, и никаких попыток больше не предпринимаешь? Пока нет, потому что я знаю этого человека, и пока он не остынет, не придет себя к ней подходить, даже бесполезно. Надя, что ты скажешь по этому поводу? Я не понимаю, что это я должна остывать, если Саша себя так ведет? Я уже говорил претензии, мне нравится, когда человек повышает голос, и не нравится, когда меня удерживают силы в комнате, если я не хочу разговаривать. И плюс ситуация с Юлей, я думаю, не лучшим образом. Кто к кому подходить должен, я думаю, тут понятно. Мне нечего ему сказать на данный момент. Во-первых, начнем с того, что ситуация с Юлей, это просто бред с силой кобылы. За грудь вы ее не трогали. Да? Во-первых, я ее за грудь не делал бы абсолютно не так. Никогда мы, во-первых, в бассейне, не при этих всех ситуаций. Я подошел к ней, а это вот было еще, когда с утра... Юля, ты выходишь, дай, что в последний раз я тебя потрогаю. А ты откуда знал, если тебя там не было? Ну, мне уже сказали добрые люди. Вот, во-вторых, как бы повышение голоса и так далее. Я, по-моему, единственный здесь из мужчин, я не говорю про там пары, потому что я не знаю, как вы живете, за которыми никто не убирает и который сам за всеми... И вот эти претензии мне, что я устала за тобой убираться и прибираться. За вами. И в том числе за тобой. И в том числе за тобой. Понимаешь, давай вот, знаешь, я не люблю вот эти темы, но давай вот так с самого начала возьмем. Когда наши родители приехали, обе комнаты убирал я. Утром я проснулся вчера. А весь остальной дом убирал я. Когда мы дежурные, постоянно на кухню прихожу, убираю, начинаю, и сдаю кухню точно так же я. Саша, не хочу с тобой. Я просто, ну, вот и все, я пока... Надя, ну а что ты, какой ты видишь выход из положения, если ты не хочешь разговаривать пока с Сашей? Ты хочешь от него каких-то действий? Или тебе надо время, чтобы подумать? Я просто знаю, что этого я, наверное, не добьюсь от него. И он как вел себя, так и будет вести, Настя. Он постоянно... Понимаешь, в каком тоне разговаривает, допустим, там, с Геной или Рустамом, с таким же тоном он позволяет разговаривать со мной. Я не думаю, что если ты не захочешь разговаривать со мной, он у тебя будет силу держать в комнате и не давать тебе выйти. Я реально понимаю, он сильнее меня. Конечно, я не могу, у меня сил не хватает, блин. Ну, если человеку объясняю, что мне не нравится, у меня в семье не принято, чтобы на меня повышали голос. У меня мама родная голос не принято, чтобы какой-то человек на меня повышал голос. Знакомый. Которого я знаю два месяца. Ну, не важно, у меня родители не повышают голос, а тут Саша повышает. Так, я не знаю, это не просто какой-то человек, это твой будущий муж, да. Это не имеет значения, просто я не позволяю к себе такого отношения. Если он не изменится, мы тогда вообще не будем вместе, потому что эта ситуация из раза в раз, из раза в раз постоянно повторяется. Знаешь, как я сейчас не хочу с ней разговаривать, я вот тебе объясню. Во-первых, я не тот человек, знаешь, и воспитание у меня не то, чтобы мне на пустом месте предъявляли претензии с таким... Вот у меня уже, знаешь, такое ощущение, А почему не поговорить нормально? Почему надо сразу орать? Я сейчас не с тобой разговариваю, посиди. Я начинаю нормально обычно разговаривать и говорить, если я вот так вот не делаю, я этого... У меня такое ощущение, что вот ей нужно, знаешь, чтобы я ходил вот так вот, вот так вот пробегал мимо всех И вокруг пробегал, пробегал, подходил и вот так вот целовал ей ножки. Наденька, извини меня, если я что-то не так. Да, и при этом еще притявкивал вот так вот. Тяв, тяв, тяв. Вот, по-моему, вот так вот ей нужно это. Ну, чтобы меня элементарно уважали. Ребят, ну, я надеюсь, что вы разберетесь, потому что уж очень хочется попасть хотя бы на одну свадьбу. Я думаю, что вы все-таки разберетесь в отношениях, сможете поговорить. Не выбраться только тяжецам. Да, и завтра мы уже будем видеть вас рядом вместе, без сени. Ну, а сейчас, я думаю, стоит... Я сегодня цветочек подарил. Перейти к нашим новеньким парням. Нет, нифига подобного. Да? Да, что ты говоришь? Я думаю, что стоит перейти к еще одной паре, у которых существуют некие проблемы. К Солнце и к Диме, да. Ребят, вот у вас все идет опять по накатанной. Вы ругаетесь, 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 ни к чему не приходите. Ор стоит на весь дом, а вечером вы снова мило обнимаетесь, и у вас все замечательно. Настя, очень сложно принять какое-то решение, потому что я не понимаю толком, что надо принять. Потому что мы еще не можем понять суть этой причины. Мне кажется, Солнце не раз говорит, например, о романтическом свидании. Господи, и что? И не раз, опять же, это там, знаешь, откладывалось на какое-то там время. Ну, а ты не хочешь хотя бы пригласить, а потом уже посмотреть, получится или не получится. По крайней мере, если не получится, то уже будет не твоя ряда. Ну, я пригласил, у нас экзамены, видишь, но у нас пока никак не получается. Ну, сегодня Солнышко в отцов день дома. Дима, может быть, ты ждешь, чтобы Солнышко, как обычно, принял само решение? Нет. Солнышко, а у тебя какие претензии к Диме? Ну, у меня основная такая уже классическая претензия к Диме – это его бездействие, наверное. Это правильно говорит, что у нас все идет по накатной, и сегодня мы ругались-ругались, и ни к чему мы не придем, и я уже ничего не жду, потому что, ну, нет, я могу ждать, но я знаю, что результат будет один. Но это так же, как 9 месяцев ждать свидания. Это так же, как после конфликта ждать какого-то яркого разрешения этого конфликта, или там «я прав», или «я виноват», неважно, но какая-то позиция, то есть какая-то… Нельзя быть, может быть, я немножко еще чуть-чуть вот здесь вот с одной стороны виноват, вот Дима любит так говорить у меня. Я такого не понимаю, у меня… Понимаешь, о чем я говорю? Я не готов, понимаешь? Я тебе сегодня уже объяснял, что если ты говоришь «ты виноват», я не готов принимать всю вину на себя. Вот, и поэтому я слышу вот такие фразы, как я сейчас процитировала. Я немножко с одной стороны вот тут вот в одной ситуации слева, сбоку, вот справа, там он виноват был. То есть, а ситуация, она одна, вот она вот, вот ты пошел туда-то, там, ну, то есть, мне не хватает действий. Вот ты говоришь, ты не хочешь пригласить, Дима говорит, нет, не хочу. Я, в принципе, понимаю, что… Какой итог вообще вашего конфликта? Что вообще? А итог, а вот никакой. Итога нет. Итога нет. Пока нет, итога. Вот, пока. Дим, ну… Смотрите, ну, а как? Пока нет. А когда да? Я тебе сказал, давай, давай поедем туда-то там, да, поедем сюда. Ну, ты понимаешь, я подумаю. У меня экзамен. Подожди, подожди. Куда? Поедем туда-сюда? Ну-ка, расскажи мне. Нет, ну смотри. Дима, что ты сейчас придумал, что он меня куда-то туда-сюда звал. Да, хорошо. Очень интересно. Мне, Саша, тогда выдвигал такую очень хорошую идею поехать нам с тобой, да, туда, в Осетию, в горы. Я тебе предложил это. Ты что сказала? Ты что сказала? Что у меня тогда были экзамены? Так, может быть, вы поедете в Осетию вот в ближайшее время? Нет, ты сказала, что тогда были экзамены? Что это экзамены? Я уже в курсе, Саша. Ну, так что, как по поводу… Вот, ну, понимаешь, она мне сказала, как? Я сейчас не могу, у меня экзамены. Что мне каждый день подходить с этим вопросом? Я, насколько знаю, четыре дня в неделю, да, у Солнца? Три. А, три дня в неделю и четыре у него, в принципе, свободы. И, в принципе, экзамен он же был, ну, как бы, две недели назад, как раз, когда Дима и предлагал. Ну, в принципе, я тебе говорю, мы все здесь живем. Ты ничего. Что, она здесь постоянно находится? Нет, не постоянно. Скажите мне кто-нибудь. Ну, скажи мне. Чтобы бывает момент такой. Вот тебе, Саша, сейчас предлагаю. Так, для меня это разница. Не в том, чтобы… Это для тебя романтическое свидание, чтобы здесь не находиться. А для меня романтическое свидание – это не отсутствие в периметре. Это какое-то действие, которое ты сам взял и организовал. Вот. Для меня это свидание, у меня их было здесь 357 штук с разными мужчинами. Романтическое свидание для тебя. Оно мне что шло, что ехало. Для меня это важно, как твое действие какое-то, которое направлено, наконец-то, на меня. Какое-то внимание элементарное. И мне обидно, что когда я была одна, 35 мужчин каждый день приглашали меня на свидание, которые мне там, может быть, совершенно не подходили по жизни. Там, Герман, там, да, или там, Саша, там, неважно кто. То есть, просто маленькие детишки какие-то приглашали меня на свидание, и мы прекрасно проводили время. И тут я в паре, и 9 месяцев мне просто не хватает элементарного внимания. Вот и все. Мужского внимания. Я сделал, я решил, и пригласил тебя туда-то. Вот, что я хочу. Димка, ты не хочешь пригласить? Тихо. Я готов пригласить. Тихо, 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 тихо. Ну? Я тебе говорю, я... Так давайте все, но, отложим, пригласим, а там уже будет, получится или не получится. Давай выберем сегодня, а тут единственный день, солнышко. Ну, вот представьте, вот каково мне, я же говорю, я хочу внимания от него, а не когда все лобное место, все ребята будут такие... Приглашай! Это же пипец. Ну, может вы сами между собой, солнышко, может вы сами между собой поговорите и выделите единственный день, когда у тебя свободный день, чтобы Дима построил и приобрел. У Димы есть график, поверь. У Димы есть график, я думаю. Ну, я думаю, что Дима хорошенечко изучит график солнца, и они найдут время для того, чтобы... Сделайте шаг друг к другу на встречу. ...наконец-то съездить на романтическое свидание. Извините, конечно, но все лобное место мы вам посвятить не можем, так как к нам пришли два новых мальчика. Мой голос тоже за Александра, потому что Торе пора, и судя по Чижевскому, ей нравятся такие типажные мужчины. Хочу просто поддержать Яниса, чтобы вам было не обидно, вот если мало ли он не останется. И решающий голос Надя. Да, ребята, Александр и Янис, расскажите, как прошел ваш сегодняшний день? День прошел замечательный, в защите от того, что не было Натальи Кривозуб. Вот это единственный нюанс, который слегка подпортил день. Подпортил день, а за... Скажите, по секрету, я заметил, что у тебя какие-то импульсы, флюиды шли в сторону Марии Политовой. Это с чем связано? Марии Политовой? Да. Мария Политова, она, мне как, не знаю, бывает такое чувство, как девушки, да, не сексуальное, как бы, да, идет. Не сексуальное, а совсем разве? Тяга. А бывает тяга, как, не знаю, как другу, да? А если друг — это девушка, да, то как можно назвать ее как бы сестеренкой, правильно? То есть такие сестеренские, так о любом, да? Да, естественно, да, тем более, как бы, в принципе, ну, в принципе, вот так, да. Ну, ты также собираешься сидеть и ждать Наталью Кривозуб? Нет, ждать я буду по-любому, да, я не буду ни с кем стоить отношения, это однозначно. Ну, это не говорит о том, что я там буду, там, не знаю, сидеть. Ну, хорошо, скажи тогда, почему ребята должны выбрать, ну, в частности, девушки, должны выбрать именно тебя, а не твоего соперника, Александра? Скажи, чем ты ярче, чем ты лучше? Почему они должны сделать акцент именно на тебе? Я должен просто остаться, на самом деле, я должен остаться, я просто не имею права уйти, придя все-таки каким-то образом, вырвавшись сюда на проект, и именно к Наталье Кривозуб, придя сюда, ее не оказалось по каким-то причинам, что она улетела, видели, в Таиланд, вот, просто это не должно помешать никаким образом нашей встрече с ней. Наташа уехала в Таиланд очень простые, она устала тут очень. Да я вижу, как она устала, на самом деле, просто я не мог сопередоваться. Если бы ты знал, как ее здесь били. Так, ладно, у нас есть еще Саша. Саша, Стек, не можно это говорить? Ну, там, не знаю, там, каких-то даже, даже словесных высказываний в ее адрес отрицательных больше просто не будет. Вот и все. Вот это единственное, что я могу сказать. Зачита, да, в коробке? Саша, скажи, пожалуйста, как... Что значит, отрицательные слова в ее адрес не будут высказываться? Ну, то, что вот, как ты сказал, что ее тут каким-то образом, там, не знаю, там, били, там, или что-то еще было, я говорю, что этого больше не повторится, даже не будет отрицательных, отрицательных, я имею в виду, в смысле... Такого не будет? Не будет такого. А как это ты сделаешь? Я не молчу, просто этого просто не допущу. Если она, хорошая девочка, допустила какую-нибудь ошибку, плохую сделала... Степа, секунду, можно? Подожди, я даскажу мысли. Вот. И люди в результате этого события высказывают свое мнение, даже в отрицательных тонах и какими-то словами, что... Как ты с этим бороться будешь? Степа, сейчас я поясню по этому вопросу. Давай. Смотри. Она, на самом деле, хороший человек, просто она, как, допустим, человек, который купил права и купил машину, он себе в эту машину едет, он петляет. Ей нужен человек, который будет рядом, где-то нажать на тормоз, где-то нажать на газ, где-то подержать руль. Все. И не будет вот этого негатива, который не из-за чего не может возникнуть. В общем, защитник на самом деле. Я буду ей помогать правильно себя вести и не будет никаких отрицательных моментов, а если они будут, то они по ее вине. Вот и все. Я хотел сказать именно... Что именно так и будет. И что она его выберет еще? Степа, тебе сколько лет? Ну, мне полных 24, мне сейчас будет 25. Степа, это не тебе, не 30. Так что не переживай. Пять лет назад ты такой же был. Ну, может быть. Шесть, шесть. Ну, шесть. Саша, скажи, пожалуйста, как прошел твой день? Да день еще, стопроцентный позитив, классно. Даже горчица? Да, даже горчица показалась, ну, там, арахисовым маслом как-то намазали, да? Нормальная. Ты не передумал по поводу Тори? Так и будешь, что это все оставишь. Конечно. Во-первых, ей нужен нормальный мужчина, как бы. Такой, как ты? Такой, как я, абсолютно верно. Даже не такой, как я, а именно я ей нужен. Понятно. В общем, потому что ты нужен Тори, а она нужна тебе. А, ну, еще я это... Я человек интересный. Понятно. Я человек интересный. Ладно. Ну, что... А, еда, я еще готовить имею. Ну, это самое главное, да. Да, ну что, наверное, с меня и начнем голосование. Так как я ведущая, я скажу самое первое. Ну, так как Саша успел вовремя сказать, что он повар, вот. Видишь, говоришь, что все зависит от последнего слова. Если серьезно, то, ну, я как бы голосую за тебя, Саша. Ну, не потому что ты повар, а потому что ты пришел к Тори. Я думаю, что к Наташе Кривозуб еще придут, и он все посидит, нормально. Не надо меня приписывать к Наташе Кривозуб. Не надо, не надо. Я тебе очень хорошо выступить. Ну, ладно. Ну, в общем, так, Наташа еще придут, она у нас молодая. Девочка, а вот Тори уже как раз в самый раз до 27-го сентября надо выйти замуж. Я думаю, ты хорошая кандидатура. Так что я голосую за тебя. Солнце, давай. Мой голос тоже за Александра, потому что Тори пора, и судя по Чижевскому, ей нравятся такие типажные мужчины. Удачи вам. Роза. У тебя оборудка, как у Александра Дель Пьера, и зовут тебя так же, поэтому за тебя. Тори, я тоже желаю счастья, и поэтому хочу просто поддержать Яниса, чтобы ему было не обидно, вот если мало ли он не останется. Ты за Яниса. Я чисто его поддерживаю, а так я знаю, что ничего не получится с Наташей, и желаю счастья Тори. Блондинка Марина. Голосую за Яниса. И решающий голос Наде. Я слушаю по людям по первому впечатлению, то есть вот изначально, и мне вот, ну не кривя душой, сразу понравился Саша. То есть я свой голос за него отдаю. Так, ну что, мы поздравляем. Перевес практически, ну в два голоса остается Саша. Саша, мы тебя поздравляем. Мы идем провожать Яниса к воротам. Не расстраивайся на самом деле. Я думаю, что в любом случае, если у тебя есть такая цель, прямо познакомиться с Наташей, я думаю, что ты в любом случае с ней познакомишься. Например, вот ты мне что-то говоришь, вот ты мне что-то говоришь, вот ты конкретно. Вот я разговариваю просто нормально, на одном месте. Я нормально разговариваю, обычно разговариваю. Че-то вле, че-то вле. Я к тебе отношу, вообще идеально. Даже сейчас после всего. Ты почему-то спокойно? Я не понимаю никогда вообще. Я себя обижу просто людей. Хорошо. Я обижу его. А он в чем тебе не нравится? Да просто мне муки. Ладно, ну я думаю. Не надо ли страйфовать за мат? Я просто... Я не знаю. Спасибо, пожалуйста. Тут тоже будет приятно пообщаться. Всего удачи, мне все хорошо. И мы счастливы! Давай, счастливый тебе. Давай. Друзья. Давай, дядя, будь здоров. Береги себя. Что, мне две по-другому повезли будут? Слава, счастлива. Слава, девушки. Наташка, 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 Наташка. Ой, Мцэмик сломище. Я-то так страшно. Отнеси, пожалуйста, подушковую. Вам не вхожу, что нужно дать тебе в морду? Нести опию. А ко мне к этому. Я гений, гений, ты чё? Да. Ты не заметил, что он хотел прям вот так? Да, да, молодец. Наташка, Наташка. Наташка, а что я тебе сказала, ещё там. Я же не могу. А ставили бы его, это был бы новый этот самый виток в банду Рустама и Кисла. Виток, ты уверен? Мне кажется, он влекался наоборот. Он бы там все бы положил под себя, это был бы высоко виток. Витя ещё. Сэм, ты тут один бы не обошёлся. В прошлом родился из-за того, что сегодня... Ну чё, я поздравляю тебя. Спасибо, Сэм. Какой тебе лет-то? Двадцать четыре. Двадцать четыре? Ну, ты, я думаю, помравишься, Торик. Тоже согласен с девочками. Ей нравится такие коты. Тори отдыхает и купается в море. И не подозревает, что её уже ждёт поклонник Саша. Пожелаем ему всё-таки дождаться свою королеву. Ну, а мы с вами увидимся завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Редактор субтитров А.Сёмкин